Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Сегодня у нас рубрика обзора модов и посмотрим мы с вами, ребятки, на обновление грузовика Сису от XBS. Еще раз я напомню, что это не какая-то кардинально прям новая версия. Это просто обновление мода под 1.40. И, собственно говоря, видео это создается с целью того, чтобы новым подписчикам было проще найти этот мод, допустим, да? Либо чтобы вообще просто, просто чтобы было проще найти этот мод, потому что свежие ролики, как известно, в рекомендации, в поисках гугла, в поисках ютюба, именно выскакивают первыми. Ну, это как бы хорошо для продвижения канала. Если, друзья, вы уже видели, так сказать, обзор на этот мод когда-то давным-давным-давно, то просто, пожалуйста, поставьте ему лайк, напишите какой-нибудь абсолютно любой комментарий для продвижения этого видео, ну и поделитесь им со своими друзьями. Итак, Сису, друзья, давайте посмотрим, что это такое. Это у нас седельный тягач. Ну, вообще, так как я в последние, так скажем, несколько недель, месяца, даже можно сказать, достаточно активно на своем канале играл в My Summer Car, то эта машинка мне очень сильно напоминает ту самую машинку, которая в My Summer Car. Ну, там она выполнена у нас в роли говновоза, как бы, да, там на нем бочка стоит, а здесь как бы история немножечко другая, как бы немножечко другая у нас колесная, колесная формула другая. Но, тем не менее, по кабинкам давайте посмотрим, у нас имеется Day Cap, у нас имеется Sleeper Cap, это по высоте остается кабина точно такой же, но здесь мы, может, через панорамное остекление кабины видим то, что у нас добавляется с палочкой, ну и имеется у нас High Cap. Ну, как бы там, да, вроде бы повыше, но не особо, как бы, все равно в три погибели придется сгинаться. Далее, по шасси, шасси для трех кабин, естественно, одинаковые, их три штуки, это 4х2, 6х2 с задней подъемной осью и 6х4 подъемных осей у нас никаких нет. Ну, давайте на, наверное, 6х4 мы с вами построим обзор. По движку имеется у нас минималка 265 лошадиных сил, максималка 405. Движки у нас идут от Rolls-Royce, 265 лошадиных сил и 315, соответственно, ну, здесь показывается 320, такое своего рода округление. От Cummins минималка у нас 293, максималка 405. Слушайте, ну, не знаю даже, какой бы движок послушать, давайте Cummins послушаем. Хотя, хотя, нафиг нам этот слушать Cummins, сколько раз мы его уже с вами слышали, что в Американ-траке, что в Евротраке надоело. Давайте поставим Rolls-овский движок и послушаем, как он звучит. По коробкам 8 ступеней, 15, 12, плюс 1, 12, плюс 1 и 12, плюс 2. Что такое плюс 1, плюс 2? Это когда мы с вами назад едем, у нас еще плюс 1, там, либо плюс 2 передачи в запасе назад присутствует. Ну, слушайте, я даже не знаю, честно. Давайте 8 ступку поставим, мне кажется, это будет весьма интересно. По салону, салон у нас, естественно, свой. Прям, да, те, кто в My Summer Car играли, все узнают, все просто один в один, все до безобразия, просто здесь. То есть, никаких изысков, ничего такого сверхъестественного нет, но, тем не менее, у нас имеется этих целых салонов аж 2 варианта. Первый такой простой, второй прям такой хороший, эксклюзивный. Здесь кабинетики такие у нас полноценные появляются, и, что самое интересное, они здесь весьма кстати. Плюс ко всему у нас меняется, получается, обивка всей кабины, как бы, да. Ну, здесь она такая тряпичная, как бы старая, видно по ней, да. А тут прям такая стежечка красивая, все в ромбиках, все классно. Ну, и сидушки у нас также становятся кожаными. Плюс ко всему у нас меняется, да, у нас меняется обивка дверей. Ну, и как бы, в принципе, все. Ну, я думаю, этот вариант мы с вами оставим. Ну, действительно, смотрится солидно, почему бы и нет. Покрасочка кузова, естественно, поддерживается без каких-либо проблем. Обычные цвета и цвета металлик. Плюс ко всему, даже есть свои собственные скины. Вот такой вот финский прям красивый. Суоби. Я бы выбрал вот такой. Не знаю почему, но он мне нравится. Он какой-то красивый как-то, что ли, не знаю. По тюняшкам давайте смотреть. Своих собственных колесных дисков здесь у нас нет. Резина своей у нас тоже нет. Баки. Стоковый черный. Вот такой стоковый. И стоковый окрашенный. Круто смотрится. Здесь, пожалуйста, можно что-то типа поставить. Юбок боковых. Защита она же. Ну, вот можно даже такой хендмейт влупить. И прям такой-то красавчик. Первый парень на финской стоянке. Здесь крылья. Пожалуйста, вот такой вариант имеется. Стоковый. Типа как бы а-ля под Америку. Ну, и вот тоже такой американский вариант. Не особо нечистный. Вот чисто мне просто не нравится. Ставлю такой. Пусть да, здесь типа якобы все под свет. Все как бы вот оно так. Но, блин, вот это как-то смотрится интереснее. Сзади здесь у нас ставится номер. Либо финский, либо немецкий. Ну, естественно, ставим финский. Здесь брызговички. Пожалуйста, различных форм и направлений. Далее за кабиной. Что мы сможем сделать? Выхлопная труба где-то у нас там в недре спрятана. Можем ее вывести вот так за кабину. Ну, вот даже может быть она у нас двойная. Ну, одиночечка смотрится в принципе неплохо. Давайте оставим здесь вот такой воздушный у нас фильтр. Пожалуйста, тоже красиво смотрится. Защита металлическая. Защита металлическая побольше. Ну, это уже под лесобозы и прочую историю. Ну, здесь, пожалуйста, когда мы, как я понимаю, включаем задний ход, у нас здесь лампа эта загорается и, соответственно, здесь становится чуть паячче. Давайте просто такую обычную абсолютно защиту поставим. Антенна ставится у нас здесь. Это тюнинг такой. Здесь сверху дуделочка. Также она ставится здесь. Тут наверху мигалочки, если вдруг что-то опасное будете перевозить. Далее лайт адаптер. Ага, вот такие вот даже можно лампочки поставить. Ничего себе. Но тут весьма странная какая-то история. Типа как бы, ну, огни автопоезда, они же три, их должно быть посередине, по-моему. Да, здесь почему-то он только ставится один. Странная история. Ну, ладно, пусть просто по краям тогда у нас будут маркеры. Вот такие замечательные у нас идут козыречки. Здесь, пожалуйста, смотрите, даже можно шторки. Ну, ладно, это уже я залетел вовнутрь. Чуть-чуть попозже мы на это с вами посмотрим. Вот такие ветровички у нас ставятся. Пожалуйста, все выглядит очень красиво. Красиво, очень прям так качественно, круто смотрится. Зеркала, пластик, хром, либо, естественно, под покрасочку. Так, давайте сразу вниз тогда у нас уйдем. Брызговички вижу. Ну, бамперы, ну, это уже, да, прям такой, знаете, полноценный. У нас прям получается европейский грузовик. Пожалуйста, все у нас уходит под покраску. Но, обратите внимание, что если ставим самый низкий бампер, то брызговики нам, как бы, в принципе, деть-то уже некуда. Хотя, в принципе, место под установку и там есть. Не знаю, почему было принять такое решение. Дополнительные огни также нужно закрыть. Ну, либо вот Хелло вот такие поставить. Почему бы нет? Давайте оставим. Пусть будет. Номер. Ставим здесь, получается, финский. Здесь, опять же, надписи на финском. Либо Тир, ну, просто знак. Тогда, окей, поставим флаг Финляндии. Тут у нас, пожалуйста, вот такие вот кенгурятнички. И вот такой вот прям крюк у нас идет. Офигеть, лебедка прям такая лютая. Ну, не знаю, не вписывается она пока что сюда. Крашенная решетка радиатора. Крашенный можно сделать логотип. Здесь тоже, пожалуйста, такие огонечки. Но не пришейка, были хвост. Они тут, как говорится, таблички водителя. И пассажира. Здесь, посерединке, у нас вот такая вот интересная защита от камней. Ну, вроде бы, вроде бы, вроде бы все. Давайте посмотрим, что у нас по салону. Два руля без логотипа и с логотипом по центру. Где у нас бибика, как я понимаю. Предметы на приборную панель. Сисол поддерживается без каких-либо проблем. Это у нас защита от камней присосалась снаружи. Навигатор такой, либо вот такой. Выбирайте позицию такая, какая вам удобна. Предметы на лабаж. Кстати, смотрите. Здесь они прям такую под финскую тему. Сисус, смотрите. У нас идет логотип такой, такой. Финлеон, Финланд. Нифига, вот это прикольно. Так. Вот такие вот у нас еще могут быть подвешены шторочки. Ну, прям вообще красота. Здесь тоже все можно подвесить. Офигеть. Так, ну это у нас козырек. Аккурация, пожалуйста, ставится опять же без каких-либо проблем. Тюнинг сидушки. Сисла, кстати, на сидушке нет. Что весьма странно. Можно запусунку поставить вот сюда. Одеялко. Пожалуйста. Почему бы не, чтобы по цвету все подходило. Это мы с вами видели. Это мы с вами видели. Ну и шторки, чтобы создать какой-никакой уют. Тут, как бы, ну, тут, не знаю, по цветам немножко не угадали, как мне кажется. XBS чуть-чуть не угадал. Я бы все-таки добавил что-то вот похожее на подобные, наверное, как-то шторки по цвету. Потому что, ну, даже ли хотя бы вот под то, что вот чем здесь у нас спалка обшита, там, да, двери и так далее. Как-то чересчур темное все это получается. Либо попытаться перенести вот эти шторки сюда, чтобы вот эти рюши снизу у нас болтались. Это, в принципе, можно сделать, потому что есть моды там на боковые шторки, вот на всю эту историю, где это все болтается, анимировано. Это просто все перенесено туда магическим каким-то образом. Ну и как бы, в принципе, все, друзья. Вот такой вот у нас получился финский дальнобойный монстр. Сейчас я предлагаю отправиться в игру и посмотреть, как он себя там чувствует. Итак, друзья, ну что ж, настало время полноценного тест-драйва. Итак, давайте еще раз посмотрим, насколько у нас тут все красиво, классно, здорово, круто. Давайте, чтобы не забыть, сразу пробежимся по регулировочкам. Сидушки у нас двигаются. В этом плане все хорошо. Вот там влево, вправо, вперед, назад, вниз, вверх. Также присутствует у нас регулировочка руля во всех плоскостях, которые только доступны в игре. Зеркалам давайте посмотрим. Пожалуйста, большое у нас левое регулируется. Малое левое также работает. Переднего зеркала у нас нет. Боковое также отсутствует. Правое зеркало большое, основное работает. Регулировочка ямалая левая также без каких-либо проблем. Здесь третий раздел. Единственное, мы только сможем как-то поиграться, наверное, с подсветкой, с яркостью, точнее, подсветки приборов. И, в принципе, все. Потому что здесь в остальном просто у нас включается то, что мы с вами включаем просто на буковку L. Думаю, как бы, в принципе, в будущем даже можно сюда, в принципе, не заходить. Итак, подается у нас сразу питание. Пожалуйста, все заработало. Это, знаете, здесь сразу чувствуется разница не то, что в подходе к созданию мода, а к функционалу игр My Summer Car и непосредственно Euro Truck Simulator 2. Когда мы в My Summer Car только поворачиваем ключ, подаем питание, да, возбуждаем наш замечательный грузовик, он сразу вещь пищит, что-то какие-то звуки издает. Здесь же просто тишина. То есть, вот прям просто что-то зажглось. Какие-то стрелки начинают крутиться, вертеться. И тишина. Вот это прям реально сразу чувствуется. Так, а на что нам, собственно говоря, здесь посмотреть? На блокировочку, пожалуйста. Вот она у нас здесь работает без каких-либо проблем. Переключатель этот у нас есть. Индикация также здесь у нас загорается. Аварийка, пожалуйста. Поворотнички без проблем. Все это работает. Дворники у нас вынесены вот сюда. Прямо, как, слушайте, на современных таких европейских грузовиках. Пожалуйста, вниз это у нас также легко все убирается. Стеклоподъемник. Вот так вот у нас здесь, оказывается, стекло работает. А, кстати, в My Summer Car вот нет такого косяка, ребята. То есть, смотрите, видите, как бы у нас, да, где кромка стекла. Это как бы там не было такого. Там, по-моему, оно сразу все как-то вниз опускается насквозь. И просто остается вот в таком вот нижнем положении, как опускается вниз. То есть, ну, вот этого перехода снизу вот этой полоски мы там не видим. Ну, не знаю, может быть, просто какая-то недоработка или что-то в этом роде. А то окно у нас также анимировано. Пожалуйста, без каких-либо проблем все это у нас работает. Так, давайте-ка мы, знаете, что с вами сделаем? Давайте-ка мы с вами включим дождик, конечно же, чтобы... Ой, как громко! Так. Сразу на максималочку. Ага, отлично. Все работает. Звуки такие прикольные, офигеть. Ха-ха, интересненько. Так, отлично. Делаем мы обратно хорошую погоду. Погружаемся мы с вами, ребята, в ночь. Для того, чтобы посмотреть, как работает подсветка приборов. Габариты, ближние, дальние. Все, как я понимаю, у нас галогенное. Все желтое, православное. Вот так вот у нас все это подсвечивается. Прямо, смотрите, с большими вот этими туманками на габаритах. Такой поезд прям ползет сверху. Лампочки. Все работает. Все классно. Варичка. Смотрите, какие огромные поворотники у него на этих ушах. Это просто офигеть. Сзади вот так все это выглядит. Там задний ход, стопачок. Вот такой красивый ручничок. Блин, ну просто красота какая-то, друзья. Сейчас у нас, ребята, будут минус глазки. Вуаля. А почему-то у нас не появилось это ничего. А я сам не знаю. А вот, ну а почему оно вот и было... О, его сейчас дало по шарам нормально. В общем, ребята, что я предлагаю. Давайте мы с вами немножечко прокатимся. Послушаем звуки роллса. И подведем итоги. Почему бы нет. Хотя, в принципе, какие здесь итоги, ребята, подводить. Давайте я сейчас с вами, прямо сейчас попрощаюсь. Но я замолкну, так сказать, да. Потому что, действительно, как бы... Какие итоги здесь подводить? Ну, вот здесь ничего по факту нет. Это просто обновление под 1.40, чтобы все адекватно работало. Но дабы завершить обзор полностью, нужно немножечко прокатиться. В общем, ребят, спасибо вам всем еще раз огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели. Ну, либо досмотрите это видео до конца. Еще раз повторюсь, создается это лишь только с целью того, чтобы, так скажем, встряхнуть поисковые запросы и продвинуть канал немножечко вверх. Друзья, конечно же, с вас лайк, любой комментарий для продвижения. Ну, а если ты новый зритель, то обязательно, дружище, на канал подписывайся. Здесь очень и очень интересно. Все, друзья, с нашими лучшими пожеланиями. Пока-пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок